Добрый день, уважаемые подписчики моего канала! С вами Руслан Михайлов, политобозреватель. Сегодня с вами опять поговорим про Владимира Соловьева, главный пропагандист нашей страны, журналист, ведущий на федеральном канале. Опять что-то Владимир Соловьев начинает истерить на Соловьев Live. Все-таки это тоже вещает он лично на воскресном вечере, но тут на Соловьев Live. Все-таки человек очень известный, ну что я могу сделать? Начал Соловьев, истерично ответил Венедиктову и Гарбузову. Давайте я вам покажу скриншотик, вы сами и его оцените. В описании к видеоролику у меня будет фрагмент этого видео, я его здесь не хочу иллюстрировать, я только зачитаю, а вы по ссылочке перейдете и сами послушайте. Ну что, приглашаю Валерия Гарбузова ко мне на передачу. Было написано, и он это Венедиктову больше обозначил, потом Гарбузову. Приходи и вступи в дискуссию в той области, в которой ты не являешься специалистом. Ты не специалист в вопросах русской истории, ты американист, все время тыкает. Приезжай, встань в эфир, я дам тебе возможность, буду корректен, буду обращаться на вы. Да, а то, что вы увидите в описании моего видеоролика ссылку на источник, фрагмент вырезан, и переслан у Соловьева, я у Соловьева подписан и переслал на свой телеграм-канал. Там вырезка будет очень некорректно сказана Соловьевым. Он жестко, можно сказать, наехал на Венедиктова, на Гарбузова. Я понимаю, Гарбузов недавно был откуда там уволен, он там чем-то был не согласен. Венедиктов, вы уж сами знаете, какую политику он несет, да, и он сейчас за границей проживает, где Гарбузов живет, и не знаю, походу, уедет за границу, может, нет. Меня это не волнует. Меня волнует, почему Владимир Соловьев ругается чуть ли не матом в эфирах. Здесь он нецензурно высказался, некорректно, истерично кричал. Я считаю, что Владимир Соловьев не имеет права так себя вести в эфирах. Я еще на другом канале своем говорил, сейчас я и на этом канале скажу, и, наверное, буду делать отдельные ролики про Владимира Соловьева, про его поведение. Владимир Соловьев, я хотел бы напомнить, является главным журналистом нашей страны. Его так пропагандируют, что он самый лучший, крутой и все остальное. Плюс его Путин, как я понимаю, если я не ошибаюсь, два раза награждал орденом. Вопрос Владимиру Путину. А за что Владимир Путин вы награждаете Владимира Соловьева? За то, что он истерит, чуть ли не матом не кричит в своих эфирах. Особенно, если вспомнить год-два назад, как он себя вел в передаче «Воскресный вечер» на канале «Россия-1», что он позволяет себе на «Соловьев лайф» высказывать. Это вы за это даете ему награду? Хоть 20 наград его навешаете? Он от этого патриотом не станет. Если посмотреть на его биографию, он в Америке работал, бизнес делал. Его семья проживала за границей, особенно у него сын. Сейчас непонятно, в Москве он или в Лондоне. На этом тему много роликов было снято. И интервью там писали, статьи. Вы поняли, да? То есть человек-то, извините, имел недвижимость за границей. Сейчас непонятно, есть ли у него или нет, но знаю, по информации у него отняли. Внесли ему зарубежные санкции. Да есть за что давить на Западу, на Соловьева. Извините, он в свое время там кое-что и имел. Вот. И я его патриотом не считаю. Хоть пускай 20 раз кричит, что я за родину, знаете, докажи, что ты за родину. Что он там ездит, там на передовую снимает. Это ему за это деньги платят. Заплатите, дайте мне камеру, оплатите мне проезд, и я тоже поеду, поснимаю. Да и тем более это его работа. Да, пускай ездит и снимает. Но хотел бы напомнить. Я по многим вещам согласен с Соловьевым. Молодец, что недавно раскритиковал нашу власть за пятую колонну. Молодец. Он говорит, да. Но если его прислушаться, на 50% он правду говорит, на 50% он не договаривает. Это два. В-третьих, что я хочу от наших пропагандистов? Чтобы они верили себе культурно. Даже на тех людей, которые не придерживаются политики нашей страны, будьте добры, по культурне себя ведите и высказывайте свое мнение. Потому что на Соловьева обращает внимание Запад. Видят, анализируют. И они потом могут нам сказать, а у вас-то есть такие журналисты, которые не сдержанно себя ведут. И все остальное. То есть, это кидается в лицо нашей страны и нашей журналистики. Кстати, я хотел бы напомнить, что Соловьев по образованию журналистом не является. Он бизнесмен. Он журфакт не заканчивал. Вообще, что он делает в журналистике, я не понимаю. Вот. Это там 3-4, да. В-пятых. В Советском Союзе, когда мы вели холодную войну с американцами, наши журналисты не пускались до выяснения отношений в нецензурном броне. Вот. И потому что у нас была дисциплина, у нас были государственные каналы. Насчет наших якобы государственных каналов, я еще ролик сделаю. У нас нет государственных каналов, у нас федеральные каналы. А позиционируют как государственные. Если у нас были бы государственные каналы, мы их бы не называли федеральными каналами, а называли бы их государственными каналами. И фамилия Соловьев бы не пиарилась на федеральном канале, то есть на государственном. Да, у нас сейчас федеральный канал, а не государственный, в Советском Союзе. И Соловьев бы не мог бы свое личное мнение высказывать на государственном канале, я говорю про СССР. Его бы быстренько дали бы по шапке и просто закрыли бы на следующий день. Если бы он так кричал, а нецензурно выражался в адрес не важно кого. То есть в Советском Союзе журналист отвечал за свое слово и за каждый шаг. Да ему и тексты журналистам писали. Вопрос, кто пишет текст Соловьеву, кто заставляет Соловьева так себя вести некультурно и нецелесообразно и некорректно. Либо это он сам делает, ему вожжи раскрыли, да, и сказали, да, брат, ты можешь себе позволять, кричать, мы тебе даем добро. Либо ему это специально говорят. Я лично не одобряю, что делает Соловьев в эфирах. Я хочу, чтобы Соловьев вел себя сдержанно. Не важно, какой придерживают своего оппонента политикой, чтобы он все-таки вел себя культурно. Я хотел бы напомнить, что журналисты наши должны, обязаны просто по закону вести культурно, не имеют права вообще нецензурно выражаться. Кстати, почему Соловьев нарушает закон о журналистике нашей страны? Да, есть, извините, кое-что есть у нас прописано, есть культура поведения, почему он нарушает? Вот так я вам скажу. Вот, и мне это не нравится. Не нравится. Вообще считаю, что все журналисты, которых мы знаем, пропагандистов на наших федеральных каналах, чтобы придерживались правил. Вот, я давно говорил, что в журналистском пуле давно пора навести порядок, когда Путин наведет порядок. Уверяю, даже если завтра Соловьев по каким-то причинам снимут с эфиров, Россия не обеденет. На его место станет другой человек, и может даже круче, чем Соловьев. Что такое Соловьев сделал для нашей Родины? Знаете, у меня бабушка говорила, говорить не мешки носить, говорить каждый может. А Соловьев пускай на деле покажет, что он патриот, и что он любит Родину. А начнется своей семьей. Вот, поэтому к Соловьеву у меня много претензий. Очень много претензий. Вот. Вот, поэтому, ну, я не хочу уже до этого тоже скатываться, я говорю так, как есть. Пускай Соловьев хотя бы научится в эфирах выражаться, кому-то претензии предъявлять в нормальном ракурсе. Без всяких вот таких девяностых словечков. Вот, к сожалению, у Соловьева вот этого отсутствует. Мне такой впечатление складывается, что власти наши нравятся. Нравится, нравится, чтобы наши журналисты так себя вели и все остальное, если правительство Путин не наводит порядок в журналистском поле. А, все время ссылаться там пятой колонной, двадцатая, знаете, Сталин не ссылался. Сталин их чистил и убирал. Кстати, термин пятая колонна в нашей стране применил первый Путин. А потом, как попугайчики, начал повторять и Федоров, и Соловьев, и все остальные. Даже Путин может на авторское право попретендовать насчет терминов пятой колонны. Хотел бы напомнить, Путин никогда не рассекречивал, кого он считает пятой колонны. Вот так вот. Поэтому есть о чем призадуматься. Поэтому я хочу, чтобы Соловьев вел себя корректно, выражал свое мнение в корректной форме. Я ни в коем случае ни Венедиктова, ни других личностей, кому он претензии предъявлял, Соловьев, я их не защищаю. Ни в коем случае я к Венедиктову тоже отрицательно отношусь. Я просто хочу, чтобы журналисты, как Соловьев, вели себя корректно. Потому что на них смотрит Запад, на них смотрит наш российский читатель и телезритель. И мне это противно слышать. Что говорит Соловьев? Противно слышать. У меня уши режет. У меня такое впечатление складывается, что нам, нашим журналистам, можно все говорить. Так не должно быть. Тогда разрешите мне в эфирах тоже матом ругаться. Чтобы у меня на моих ресурсах Дзен не блокировал. Разрешите тогда всем выражать свои эмоции. Представляете, в какой мы в мусорный ящик можем попасть? А почему у нас в мусорный ящик превращается в федеральные каналы? Вопрос. Почему? И есть за что спросить. И надо спрашивать президента. Я считаю, что президент несет ответственность за наши федеральные каналы. Он же у нас глава государства. Пускай и не запрещает. Если наводить порядок, то надо наводить порядок везде. И избранных не должно быть. Даже Соловьев. Я сказал свое личное мнение, имея полное право. Я никого обидеть не хотел. Подписывайтесь на мои каналы, на мой Дзен канал, на мой Ютуб канал. Ну, ставим лайки. Комментарии приветствуются. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok